В Агурцах мы представляем несколько гибридов. Первый из них это Каприкорум. Я не зря его поставил самым первым, потому что это самый ранний гибрид в нашей линейке. И в первом обороте на нашем демо-станции он получился раньше. И во втором обороте он тоже получился раньше, на один-два дня. Также хочу отметить, что это гибрид букетного типа. То есть он вяжет 3-4-5 завязей. Поэтому не жалейте удобрений. То есть растение мощное. Если вы выращиваете Каприкон, растение мощное, корень мощный. Он вытянет все завязи, просто ему нужно дать правильное питание. Также на каждом слайде я привел небольшую динамику продаж. По каждому гибриду, как мы развиваемся с начала нашей работы. На каждом гибриде она идет вверх, поэтому я не буду долго останавливаться на этих графиках. Следующий гибрид это Сарацин, о котором я хотел бы рассказать. Это самый стрессоустойчивый гибрид из тех, которых мы производим, из тех, которых даже я видел на рынке Украины. И это подтвердилось также в нашем демо-центре. Даже когда уже все гибриды в теплице с огурцами уже просто умерли, и мы даже не удобряли, даже не обрабатывали теплицу с огурцами, все равно выборки по Сарацину происходили. Да, он немножко позже, чем Каприкорн, но стрессоустойчивость и устойчивость с перепадом температур сложно найти ему равных в этом параметре. Рост продаж в основном происходит за счет регионов с неотапливаемыми теплицами, там, где важность устойчивых стрессовым фактором много выше, чем раннеспелость. Но, скажем так, для вашего региона раннеспелость, насколько я знаю, самый важный критерий. Поэтому я перейду к следующему нашему гибриду. Это лютоя. Как мне кажется, как кажется всей нашей команде, это просто бомба, которая разорвалась в этом году в Украине и Белоруссии. Просто если сравнивать с тем, что в прошлом году у нас было всего лишь 20 тысяч семян на руках, которые мы распространили на территории Украины и Белоруссии. 10 тысяч мы распространили в Каменко-Днепровском районе, в Одином. И просто с 10 тысяч семян просто пошел огромный рост, огромное требование. По урожайности, по качеству плода, этому гибриду просто нет равных, на мой взгляд, сегодня. Причем качество плода, оно на всех стадиях растение одинаковое. Независимо от того, маленькое растение, молодое, среднее или уже более старое растение. Качество плода не теряется ни в жаркую погоду, ни в перепадах со стрессами. Единственная проблема, которая была у нас с этим гибридом, это просто не хватало семян в этом году. Мы не успевали летом производить, паковать, затамаживать, растамаживать. Вот. Поэтому, если вы уже определились на первый оборот и знаете, что вы будете выращивать огурец, и если вы будете выращивать лютояр, я бы посоветовал не оттягивать долгий ящик, потому что перебои с этим гибридом могут быть. Из-за того, что спрос растет непредсказуемо быстро. И в Украине, и в других регионах, и в Белоруссии в том числе. Мы не сразу начали предлагать томаты на рынок Украины, потому что, когда заходит новая семенная компания, ну вы сами знаете, как сложно поменять мнение фермера, ваше мнение о выращивании дрового гибрида. Поэтому, если мы бы сразу выбросили много гибридов, было бы очень сложно их продвигать и рекламировать. Поэтому мы начали с огурца, завоевали доверие ваше, и теперь уже по чуть-чуть расширяем наш ассортимент. Поэтому только в конце 2012-го, в начале 2013-го мы начали предлагать помидоры. Если говорить о красном томате весом до 200 грамм, то в этом сегменте у нас работает гибрид Анталия. Про этот гибрид я хотел бы сказать, что это самый продаваемый гибрид компании Юксу. То есть, если взять все гибриды компании и все мировые продажи компании, то больше всего продается этот гибрид. Он хорошо растет в Бразилии, хорошо растет в Южной Африке, хорошо растет в Турции и также в Украине. Выравненный плод, очень компактное растение. Поэтому, если вы вдруг пропустили, не увидели гибрид в наших теплицах, я вас очень прошу после пленарной части еще раз более внимательно на него посмотреть. В сегменте крупноплодных томатов, бифтоматов до 300 грамм, мы представлены гибридом Азия. Это тот случай, когда раннеспелость идет вместе с крупным плодом. Как вы знаете, очень редко бывает такое, что действительно раннеспелый помидор и действительно крупный плод. То есть, Азия характеризуется этими качествами. Также транспортабельность этого гибрида на высоте. Также я хотел бы отметить цвет этого гибрида. Даже во втором обороте, когда недостаток солнца и тепла, цвет. Ну и в принципе, цвет всех юхсаловских гибридов отличается насыщенным красным цветом. В сегменте полудетерминатных томатов у нас есть новый гибрид леда. Мы, шутя с коллегами, даже иногда называем леду лютояр, только красный и крупный. Вот. Потому что он настолько нам нравится и настолько мы ожидаем таких же высоких показателей, как и для лютояра. Опять же таки, как полудетерминатный томат, очень ранний. Очень короткое междоузлие. Хорошо вяжет в любых условиях. Вот. Поэтому тоже в прошлом, в первом этом обороте у нас было буквально 5000 семян. Вот. Который мы даже не распространяли в другие регионы. Все только тут, в Угодином распространили. Отзывы были очень хорошие. И уже на второй оборот некоторые люди начали больше и больше спрашивать. Кстати, он находится в одной теплице с Анталией. Если вы будете идти смотреть Анталию, еще раз внимательно посмотрите на этот гибрид. Что касается розово-плотных гибридов. У нас есть, мы представлены здесь гибридом Pink Rose. Чем мне нравится этот гибрид? Тем, что он не мельчает с каждой кистью. Что третья, что четвертая кисть. Большие, крупные томаты. Также очень вкусный и очень транспортабельный гибрид. Короткие междоузли, очень компактное растение. И раннеспелость также на высоте. Но в прошлом году на нашем демо-центре не было вот этого гибрида Pink Panther. Но мы нашим друзьям, фермерам в вашем регионе дали на пробу несколько тысяч. И у всех, у кого он рос, раннеспелость Pink Panther была выше, чем у всех других гибридов. Поэтому мы, зная о том, что раннеспелость это достаточно весомый аргумент в выборе гибрида, решили попробовать его в нашем демо-центре. Ну, правда, во втором обороте сейчас. Но во втором обороте он также показал себя хорошо по раннеспелости. Раньше, чем Pink Rose. Вот они вместе в теплице растут. Pink Rose и Pink Panther был раньше. Вот, поэтому мы будем еще раз посмотреть его в первом обороте. Вот, ну и если вы хотите попробовать, тоже, пожалуйста, можно его будет попробовать. Динамика роста по продажам томата также демонстрирует, что доверие к нашей компании растет. И мы будем продолжать в том же духе и по томатам. Хотел бы привести пример специально для этого дня. Мы проанализировали такие страны, крупные производители томатов, как Испания, Италия и Турция. И мы посмотрели на их рынки, как они устроены. И можно заметить, я не знаю, вам видно или не видно, я прокомментирую. Можно заметить, что вот в Испании, в Италии и в Турции можно четко разделить, что рынок томата состоит из четырех, как бы, составляющих. Вот, допустим, для Испании это красный, кистевой, сливка, черри. Ну и другие. Но четыре четко выделенных. То же самое для Италии. Это черри, кистевой, сливка, средняя сливка. Они, как бы, выделены четыре сегмента. То же самое для Турции. Красный немного больше, но биф, кистевой и розовый тоже четыре. Именно поэтому, например, если сравнивать с украинским рынком, у нас сейчас есть только, как бы, два больших сегмента, да, красный и розовый. Ну, немножко черный. Ну, и остальные там уже совсем мало. Поэтому, когда, например, случается перепроизводство в красном помидоре, например, хороший год, или много купили семян, просто перепроизводство, или не приехал закупщик, рынок падает, и цена падает существенно. Если падает пол рынка, например, на красный томат обрушился, он тут же за собой тянет и розовый, потому что это целый пол рынка. Например, в Испании абсолютно нормальная ситуация может быть. Красный томат стоит 10 центов, а кистевой томат стоит 60 центов, или евро. То есть он не так, просто если обваливается красный рынок, это не пол рынка, это всего лишь четверть, ну, может быть, чуть-чуть больше. А все остальные держатся на плаву. Поскольку, как бы, наша задача нашей компании в том же сделать так, чтобы вы зарабатывали, мы тоже стремимся, как бы, внести свой вклад в то, чтобы дефицитилифицировать наш рынок, сделать его более сегментированным, чтобы не было два сегмента, только красный и розовый. Поэтому еще в 2013 году мы презентовали гибрид «Сашер» на рынок. И сейчас мы уже имеем первые результаты. То есть мы видим рост продаж по этому гибриду, мы видим также косвенное доказательство того, что сегмент по чуть-чуть создается. То, что даже уже другие компании начинают представлять свои черные гибриды на рынок. Но, как по мне, «Сашер» все равно выигрывает по устойчивости, по неприкатливости к выращиванию, по всем показателям. Единственное, что мы, нарекание, которое мы слышали про «Сашер», это о его размере. Вот, поэтому, как часто фирма говорят, ну, хороший гибрид, но, как бы, есть у вас такой же, только побольше. Вот, ну, и мы, как бы, отвечаем на этот вопрос, да, есть. И вот мы уже его пробуем. 283-й гибрид, его можно увидеть у нас в теплицах. Как бы, заявленная масса плода 200-220 грамм. Вот, он выше, чем у «Сашера». Этот гибрид сейчас проходит испытания у нас, проходит испытания в Испании, проходит испытания в Турции. То есть это последний год испытаний для этого гибрида. И я думаю, что в самое ближайшее время он будет уже коммерческим. Вот, но мы также с коллегами подумали, что, да, черный сегмент растет, но трех сегментов мало все равно. И мы думаем, что нужно развивать и популяризировать хотя бы еще один сегмент на рынке Украины. И поэтому мы обратили внимание на сегмент сливки высокорослой. Почему сливки? Почему не черри, например, или не коктейльный тип? Можно задать вопрос. Я отвечу, потому что генетически черри или кистевой томат, он менее урожайный, чем, например, красный. Поэтому для того, чтобы заработать столько же денег, как на красном томате, черри нужно продавать дороже, с чем не всегда согласный перекупщик. Он не готов платить дороже. Вот, поэтому мы выбрали сливку высокорослую, которая генетически более урожайная, чем красный томат. Поэтому, если... То есть для того, чтобы заработать больше денег, вам не нужно продавать дороже. Вам нужно продавать хотя бы так же, как красный томат. Поскольку она более урожайная, можно будет заработать больше денег. Именно поэтому мы верим в успех сливки, а не черри. Этим летом, все мы знаем, огурец доходил до двух гривен, иногда даже дешевле гривна стоила. Потому что перепроизводство в этом сегменте огурца. Не приехал скупщик, много вырастили, хорошие погодные условия для огурца. И мы вынуждены сдавать хороший, красивый огурец, в который мы вложили силы, деньги, средства, практически по цене, которая ниже точки рентабельности. Поэтому мы решили, что с этим тоже нужно что-то делать. И мы подумали, что мы будем прикладывать максимум усилий для создания нового сегмента. И выбрали для этого мы тоже тип огурца, называется огурец baby-типа. То есть это огурец, по величине такой же, как карнишон, 10-12 сантиметров. Но он гладкий, он очень вкусный. И, кстати, генетически тоже более урожайный, чем огурец, чем карнишон, тип карнишон. Понятно, что это не будет за год, ни за два, ни за три. Люди должны привыкнуть, люди должны попробовать и так далее. Но я точно могу сказать, что в первом обороте мы посеем целый балаган этого гибрида. Мы соберем урожай, мы распространим его по всем перекупщикам, мы занесем в маркеты, мы начнем знакомить людей. И тогда мы посмотрим, понравился людям или не понравился. Поэтому также мы привезем какое-то количество семян для пробы. И если кто хочет тоже попробовать у себя создать этот сегмент, чуть-чуть позже можно будет обратиться к Валентину Аллергушу или к Виктору Скрипнику в магазин. Мы привезем эти семена и можно будет взять на пробу, попробовать. На этом я хотел бы сказать большое спасибо всем. Но отдельное большое спасибо я хотел бы сказать Руслану Кинощуку. Я не знаю, слышит он или не слышит в зале. Руслан Кинощуку это человек, который под руководством, под чьим руководством и под чьим непосредственным влиянием и контролем были выращены все эти овощи на нашем демоцентре. Поэтому от меня, от нашей компании Юкслу, ему огромное за это спасибо. В Украине представлены несколько препаратов, начать от компании Дюбон, которые вы, наверное, знаете и пробовали у себя, так сказать, в хозяйствах. Это Ланат, это Караген, Веримарк и Эксирейн. Также, возможно, вы знаете наши инфектициды. Это Танос, это Курзат-Р с содержанием меди и Курзат-М. Гербицид на томаты, Титус, ну это на открытый грунт, и прилипатель Кадасайд. Значит, новая группа, которая является как бы логическим продолжением Карагена, группа Антраниломиды, представлена, значит, препаратом Эксирель, которые работают, как я говорил уже, на белокрылку, листовые минеры, мухи, это луковая, морковная, на саду вишневую муху берет, листогрызучие, это прекрасно работает на колорадского жука, долгоносиков, цикадки, чешуекрылые, это все различные виды, молей, совок, подгрызающие, там, карадрина, то есть берет, а также трипсу и тлю. Значит, здесь вот можно видеть действия прекрасно на листовложке, на белокрылку, чешуекрылые, минеры, то есть вот на вот эти препараты. Значит, какие основные принципы для достижения максимального результата? Это касается, что Эксиреля, что Веримарка. Во-первых, это применение в начале вегетации, в начале заселения вредителями. Значит, по опыту здесь, вводя нам Каменка Днепровской, значит, что на первый оборот, что на второй оборот, давали Веримарк в трубку буквально где-то через 7-10 дней после высадки рассады, как только увидели белокрылку. То есть вот появилось заселение, вот в этот момент сразу начинали вносить. Значит, норма применения, ну, если на ведро 5 грамм на сотку. Значит, второе, как я говорил, ранние фазы развития культуры, то есть когда идет активная вегетация. Значит, на что она работает? Значит, на томаты комплекс совок, тля, трипсы, цикадки, значит, капуста, капустяная совка, тут трипсы, листобложки и так далее. Значит, применение, рекомендуем работать обязательно два раза с интервалом где-то 10-12 дней. Вот здесь можно посмотреть, значит, на капусте X-Ray было сделано слева. Вот здесь вот три обработки инсектицидов, здесь только две. Но даже наглядно видно, что появляется так называемый вегар-эффект. То есть растение, если оно полностью защищено, оно включает свои внутренние механизмы и при одинаковом сроке посадки само растение ну где-то на 15-20% больше. И там дальше я скажу, и в конце это отображается вот на урожайности. То есть вот это вот фермерская программа после применения X-Ray плюс 10 тонн с гектара. Значит, такой же результат, похоже, это Житомирская область. Здесь получилось у нас 12 тонн с гектара дополнительно. На луке Одесская область, фермерское хозяйство, факел, получилось плюс 25 и плюс 15 тонн с гектара. Значит, что еще очень важно? И X-Ray и VeryMark, они действуют именно на переносчиков вирусных заболеваний. То есть на это, на бложки, на на цикадки. И практически кто он работал этими препаратами, все отмечают, что у них практически не было проблем с вирусными заболеваниями. То есть в закрытом грунте я знаю, что это большая проблема и благодаря использованию этих препаратов от этой проблемы уходили. Значит, кроме того, значит, смотрите, X-Ray, он есть токсичный для пчел при прямом контакте. Но в то же время, после высыхания, допустим, 2 часа, когда препарат впитался, то никакого отрицательного влияния на пчел нет. Если есть опылители в теплице шмели, то мы рекомендуем на время обработки закрыть литки и потом тоже, когда после высыхания препарата, никакого влияния на опылители не будет. Значит, по VeryMark я хотел бы передать слово своему коллеге Максиму Яновскому, он менеджер по специальным культурам. Он расскажет и про препарат, и про тот опыт в Украине в 2015 году, который мы уже получили и можем поделиться с вами. Всем доброго дня. Олег Глучно сказав, что это неймовірный препарат. Препарат, как X-Ray, так VeryMark. Действие речевина в них одна та самая, вы понимали. Поэтому Олег тебе еще згадал и про X-Ray, и про VeryMark. Починаючи рассказать про VeryMark, хочу наголосить, что и X-Ray, и VeryMark уже застосованы в всех великих теплицях Украины. Починаючи с славного Тернополя и закінчуючи Дніпровским тепличным комбинатом. Поэтому, если есть знакомые, можете запитывать, они вам порадят. Я вам скажу одно, что все очень впечатляют этим препаратом. Розкажу, чему. В первую черву, это то, что действительно препарат работает против широкого спектра шкодников, как в закрытом грунте, так и в открытом грунте. Застосование его есть через капельное изрушение через систему, вливание. И таким чином препарат контролирует как белокрилку, листовые минеры. Тобто, вы понимаете, как Олег, только что попередно рассказал, широкий спектр шкодников, начиная с белокрилки, сесни, цихатки, пополицы, и дальше идем до разных видов совок в моле. Каждый раз на семинаре або при зустречении меня запитывают, он все берет, и клеща также. Клеща, на жаль, клеща он не берет. Но широким спектром он не уничтожает хижого клеща. Клеща, как и, по-другому сказать, курошого клеща, который помогает вам бороться с тем самым паутинным клещем. Поэтому использование этого препарата поможет уничтожить дополнительных затрат на карациды. В цьому уникальность препарата, что Дюпон далеко за коригеном, який багато хто використовує. И понимаете, что он жалу не трогает, он не трогает корисных энтомофагов. Компанія Дюпон зробила крок вперед для вас, для виробничников. И створила до коригена, який бере лузькокрилих, еще и додатковую опцию. Він бере еще и сесних шкідников. Ось, те, що я тільки що розповідав, але також є хорошим, особливо для відкритого грунту, є замочування, розсади. Цього року на більшості великих господарствах був застосований Веримарк для замочування. І результати до 30 днів там не було жодного шкідника. Так само, як ми з Русланом говорили в теплиці при застосуванні Веримарку, він 30 днів не бачив нічого, ні білокрилки, ні сок. Безпосередньо Руслан може підтвердити, я думаю, що Водяне Камелька Дніпровський, ви тут всі один одного знаєте, ви переговорите, він розкаже свої враження від препарату. Як сказав Олег, працює, старшу чергу потрібно застосовувати на ранніх етапах появи шкідника і коли рослина безпосередньо 7-10 днів після висадки. Ось препарат, як він рухається акропитально по ексилемі вверх, захищаючи рослину чи томата, чи перця, чи орудірка. Норма застосування Веримарку – 500 мл на гектар. Олег згадав, 5 грам на сотку. 5 грам на сотку в один раз і через 10-14 днів повторили. Олег підказує, тут робили, зокрема, через 14 днів, 30 днів захисту від шкідників цим препаратом. Важливо. Важливо дуже зрозуміти, що потрібно утримувати pH, особливо води, робочого ручного препарату. pH повинен становити не вище 6, тобто чим кисліше, тим краще, а краще 5-5,5. Для цього ви можете додати ортофосфорну кислоту чи різні кислоти, те, що може… Часто запитують, як досягти оптимального pH, 5 чи 6. Це робиться або додається в робочий розчин ортофосфорна кислота, для того, щоб підкислити до оптимальних. Або є у компанії Валагра такий чудовий препарат, називається «Контроль ДМП». Він дуже простий там в застосуванні і можна, якщо у вас ще очна вода, тобто вирівняти її до нормальної. Контроль ДМП. Ну, буде виступати мій колега з Валагра, я думаю, розкажу. Тобто зрозуміло, pH повинен бути кислішим, лужний ефективність препарату знижує. Ще також дуже важливо нагадати, щоб там де капля була не далі, ніж 10 см від рослини. Тому що він як препарат самий повинен попасти на корінь для того, щоб піти вверх по рослині. Тому не більше 10 см від самого стебла рослини. Не більше 10 см. Саме трубка там де, звідки капає капля. Замочування розсади. Я думаю, в магазинах ви не підходите запитувати. Замочування не буду наголошувати, тому що тут більше закритий ґрунт. Це все можна отримувати в магазині, вони вам всі розповідь дадуть. Що цікаво, це господарство, в якому я був позавчора. Я вам хочу на прикладі одного господарства розповісти унікальність цього продукту, який, впевнений, кожен з вас хоча б сотку попробує, і потім наступного року ми з вами будемо говорити вже більше веселіше. Ось господарство застосували замочування, вирімарки. Дивіться, на що хочу звернути тут вашу увагу. Вони застосували як замочування, тобто при висадці розсади. І дивіться, наскільки однорідна, з лівої сторони, щось не світиться, однорідна рослина. Справа розбита, одна вища, одна менша. Чому вона менша? Тому що там десь покусало її, щось ще трапилося. Тому проглядається така однорідність. Я позавчора був у цьому господарстві, це середньо пізня капуста, ми збирали урожай. У мене є відео, у мене є фотографії. Ви бачите різницю, яку отримав фермер. Ось, зокрема, я був позавчора в цьому господарстві, у ВГС МРНК. Ось справа був, також у нас там кілька дослідів. То вирімарк замочування. Тут є ексірель, два рази підряд також достосували. Ось, дивіться, як проглядається, наскільки вигляд. Ось справа ексірель, тут програма фермера, де також не дешево вона була, була велика кількість продуктів. Зокрема, також був наш кореген на фермерській програмі. Але бачимо різницю з ексірелем. Ось, як виглядає капуста. Особливо цього року ми розуміємо, що була засуха. Було дуже, дуже багато в кого капуста постраждала. І ось які результати при використанні ексірелю отримав фермер. Ось те, що я прорахував позавчора. Дивіться, ось замочування зліва з вирі Марком. Те, що ми отримали. Було зібрано, ми починали рядок, брали, підряд 20 капустин збирали. Перший дослід, там де було замочування з вирі Марком. Подивіться, яка капуста, яка вона велика, стандартна. Ексірель так само бачили, зібрали, так само зібрали урожай. І так само фермерська програма. І все це по 20 капустин. Я зараз хочу швидко вам показати відео, як це все просто на відео відбувалося. І ви зрозумієте цікавічно це все бачите. А що ви збираєте тут? Ще ви бачите? Тут більш древніше? Набагато древніше. Тут була програма без ексірельна, без ексірельна, без ексірельна. І хлопці мені зразу кажуть, тут набагато менші качани. Ось, я вирішив зазняти, щоб вам показати. Я зараз перейду до результату, тому що тут багато короткометражок. Вот огромное господавство, и вот мы все вместе с ним делимся. Вот смотрите, слева веримарк замочивания, видите какая капуста? Великая, стандартная. Ни трипцией не шкодили, ни совки, ничего. Примести сиросады. Другой вариант, это там, где был XRL, два раза по 750 мл на гектар. И третий вариант, это фермерская программа, где были использованы только пересептроиды с фосфорами. Вот смотрите, есть разница, где был XRL, где был веримарк, а где была фермерская программа. Я вам скажу, на 20 головках, там где был веримарк, мы взиграли 44,3 кг, там где был два раза XRL, мы взиграли 44,2 кг, а там где была фермерская программа, мы взиграли 30,5 кг. 15 кг рязницы. Кожен из вас, кто в этом сезоне спробует этот продукт. Поверьте, я сам, когда начинал раскручивать этот продукт, вчител этот продукт, я не понимал уникальность этого продукта. То, что он контролирует совок, лускокрилы – чудово. То, что он контролирует белокрилы, трипсы, цикадки – чудово. Но какая еще ценность этого продукта? Вот это все увидите на своем использовании. Друзья, рад вас видеть в столице, наверное, тепличной столице Украины. Меня зовут Дмитрий, фамилия Михайлюк. Я директор компании «Агресол», которая является эксклюзивным импортером, представителем в Украине итальянской компании «Валагра». Компания «Валагра» вы все знакомы, наверное, еще раньше, чем я, раньше, чем появилась она еще в Украине. И я работаю в компании «Агресол» уже более 10 лет. И вот я приезжал учиться и узнавать о продукции «Валагра» именно сюда, в Каменку Днепровску. Многие из вас возили томаты в Москву, назад возили семена и стимуляторы «Валагра», то есть «Бенефит», «Мегафол», все это знают, все это знали раньше меня, мне это рассказывали и показывали. Но компания «Валагра» не стоит на месте, и на самом деле продукции совершенствуются. Сейчас уже ходят слухи, что там что-то мешает, об этом поговорим чуть позже. Сейчас просто посмотрите ролик про «Марой» про компанию «Валагра». Может, многие из вас его видели? Посмотрите, пожалуйста. В постоянном меняющемся мире каждый день появляются новые потребности. «Валагра» тщательно исследует природные ресурсы планеты и создает новые продукты, специально направленные на обеспечение здорового образа жизни и сохранение окружающей среды. «Валагра» – where science serves nature. Самое лучшее, что может дать природа, от вытяжки из растений юки и субстрата люцерны до добываемых из недр земли органических материалов и плантаций морских водорослей, растущих в чистейших прозрачных водах морей, используется «Валагра» в качестве сырья. Мы извлекаем и концентрируем всю силу природы в своих продуктах, чтобы обеспечить потребность планеты в эффективных и экологически безопасных удобрениях и биостимуляторах. Мы исследуем растительный мир для поиска новых ценных компонентов. Именно природа является нашей базой для разработки все более эффективных и инновационных решений. Исследователи «Валагра» выделяют биологически активные вещества и обеспечивают полное раскрытие их потенциала при использовании в сельском хозяйстве. Воздействие каждого активного ингредиента на растения устанавливается с помощью геночипа. Эта инновационная технология позволяет нам точно определить реакцию генома растения на каждое выделяемое биологически активное вещество. Путем комбинирования и интеграции различных растительных компонентов компании «Валагро» создан ассортимент продуктов, способных эффективно повышать продуктивность и улучшать качественные характеристики сельскохозяйственных культур. Более интенсивная краска, ускоренный рост, устойчивость к холоду – вот лишь некоторые из результатов, которые возможны благодаря продуктам «Валагро». Благодаря совершенной технологии, основанной на применении натуральных компонентов, «Валагро» создает и производит отличные продукты для сельского хозяйства и для садоводов-любителей. Кроме того, «Валагро» является поставщиком сырья для других компаний, использующих натуральные компоненты в своих продуктах. Торговая марка «Валагро» присутствует на пяти континентах и высоко ценится на практике в более чем 80 странах. В разных частях земного шара ежедневно сотрудники «Валагро» работают над созданием, испытанием, производством и поставками современных удобрений и биостимуляторов. Эффективная и широкая сеть специалистов осуществляет мониторинг эффективности применения наших продуктов в различных климатических условиях и на разных культурах, что значит действительно быть рядом с нашими клиентами. «Валагро» – компания, которая развивается каждый день уже на протяжении 25 лет, усиливая свои позиции на международном рынке как лидер в данной отрасли с постоянно растущими объемами продаж и прибылью. Залогом успешного бизнеса компании является определение двух приоритетных принципов в деятельности компании. Первый принцип – безопасность удобрений и биостимуляторов для потребителя и окружающей среды. Второй – гарантия высокого качества продукции и сервиса. «Валагро» обладает уникальными знаниями и передовыми технологиями, что позволяет производить широкий ассортимент современных продуктов. От микроэлементов в виде хелатов до микрогранул, от растительных экстрактов до водорастворимых удобрений. Продукты «Валагро», сделанные по самой современной технологии, действительно стоят на службе у человека и природы. «Валагро» – «Where science serves nature» «Валагро» «Валагро» «Как вы понимаете, «Валагро» – это, прежде всего, европейское качество. Это контроль качества, контроль сырья, контроль производства, контроль упаковки, контроль доставки. Очень коротко, продукция «Валагро», которую вы прекрасно знаете, просто напомню. «Радифарм» – укоренитель, то, что льется под корень. «Вива» – это улучшение почвы, скажем так, когда вы из года в год на одном месте выращиваете капельном выращении с использованием фертигации, у вас почва засаливается, стимулятором «Вива» два раза за сезон, в принципе, вы улучшаете почву, заставляете ее жить, скажем так. «Кендал» – это стимулятор укрепления иммунной системы растений. По листу «Мегафол» – это антистресс и любые «Бенефит» для увеличения размера плодов после завязывания. И «Слит» вместе с «Бенефитом», с «Мегафолом» и по 50 мл на 10 литров воды, вы прекрасно знаете, после завязывания, для созревания добавляют. По микроэлементам «Бороплюс», «Бор», «Бриксил», «Ферилен» – это вы все знаете, «Максикроб», сейчас он называется «МС», «МС-крем» – это для растягивания клеток так называемых, то есть там гиберолин растягивает клетки, вместе с «Бенефитом» эффект усиливается. «Максикроб» – это для завязывания плодов. «Удобрение мастер» все прекрасно знают, состав формулы, растворимость идеальная, микроэлементы в филатной форме. Ну и «Плантофолы» и «Полистов» все тоже, я думаю, используют, отличная растворимость с микроэлементами и с прилипателем в своем составе. В этом году компания «Валагра» приобрела крупнейшего индийского производителя биологических препаратов. Сейчас во всем мире идет тенденция к объединению производителей микроэлементов, производителей минеральных удобрений с биологическими какими-то формами. То есть это бактерии, это грибы. Будет линейка расширяться значительно и будет в сторону биофунгицидов и так далее. На данный момент мы зарегистрировали китайского производителя «Лейли». Многие из вас пользовались. Это и «Альга-600», это и «Хюмиктоталгумат», и «Фулликс», фулевые кислоты, и «Аминототал», «Аминавикс». Это сок китайский достаточно растворимый и достаточно неплохо работает. Новинку, которую мы зарегистрировали, это «Софтгард». Иммуностимулятор. Ну, идея, возможно, похожа на идею «Кендала», то есть он усиливает устойчивость растений к заболеваниям. То есть прежде всего нематоды, переноспороз, вирусные заболевания. Как правило, мы используем токсичные нематоциды, фунгициды и так далее. «Софтгард», «Поресту» и «Подкорень» — это новинка. Делается он из остатков морских моллюсков, то есть крабы, креветки и так далее. Там хитиновый слой, который, который на позапонтентоводной технологии перерабатывается в такой вот стимулятор. Долго не буду про него рассказывать, потому что… Я сейчас вам оставлю свой номер телефона, на который вы можете скинуть смс свой адрес электронной почты, я вам сброшу презентацию полностью. Здесь уже расписанную по действию. Я больше хотел поговорить сегодня на самом деле о продукции «Валагра», которую вы используете, и достаточно много слухов доходит и до нас. Хочу эти слухи, как директор компании, которая непосредственно завозит в Украину эти продукты, развеять частично. То есть, никаких китайских компонентов мы в Киеве, в Украине не разливаем, не разбавляем в бутылке компании «Валагра». Все приходит запечатанное в упаковках, в оригинальных, причем упаковки меняются из года в год. Я сейчас тоже об этом скажу несколько слов. То есть, как вы знаете, дешевая рыбка – это поганая юшка. На прилавках очень много сейчас дешевых, простых, относительно растворимых удобрений, которые дешевле в несколько раз качественной европейской продукции. Естественно, основная причина – это девальвация валюты нашей отечественной. Но вторая, как бы, настоящая причина – это использование просто дешевых компонентов. Дешевых компонентов, на которые раньше никто не обращал внимания. И которые, то, что написано на упаковке, на самом деле не соответствует действительности. Ни один из этих продуктов не зарегистрирован в перелик эпизоцидов агрохимикатов не прошел никакого тестирования. Оно все написано ТУ. Согласно ТУ. Какое-то ТУ компания разработала, смешала какие-то соли, рассыпала. То, что в них находится, на самом деле это монет. Сейчас мы сдали на анализ ряд продуктов и в Италии, и в Украине, в ведущих лабораториях. Мы получим анализы, мы это все выложим на нашем сайте официально. Вы сможете с ними ознакомиться. Вот я взял какой-то из них размешал. Вот этот осадок, который остался после нескольких минут перемешивания. Там буквально пол-ложки сыпанул этого удобрения. Вы понимаете сами прекрасно. Плантатор. Такого удобрения нет. Есть Плантофол. Майстер Агро аналогичный. Мы не имеем никакого отношения к этим удобрениям. И что там находится, мы тоже не несем ответственность ни за действия этих препаратов, ни за их растворимость, ни за качество, никакой вред они могут нанести вам. Что туда сыпят, мы не знаем, их за это не отвечаем. Также появились фальсификаты достаточно широко. Вот сейчас несколько типичных комбинатов предлагали такой вот радифарм. Вот бутылка оригинальная, многие из вас его знают, канистра. Вот то, что привезли. Значит, на упаковке написан май 15-го года. С 15-го года корпоративный логотип вот этой технологии Geopower он выглядит вот так вот. А здесь еще старый наклеен. То есть это физически невозможно было сделать в Италии, наклеить старую упаковку. Они закончились в 14-м году, я думаю, и просто не может быть. Опять же, такая вот канистра. То есть, пожалуйста, покупайте все у сертифицированных дилеров. Либо же звоните нам, звоните мне, мой номер телефона, вы его здесь записали или видели. Опять же, на каждой книжке в каталоге есть наши номера телефонов, прямые. Звоните, спрашивайте, где можно купить, отличает ли... оригинал. 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 Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.